...продолжать тематику Гнеденко. В это время, когда уже была принята Кущина в эксплуатацию, и Лебедев уехал в Москву, и там начал работать уже по большим машинам, по БЭС. Гнеденко забирает лабораторию Лебедева в себе в институт, и к ней прикомандировывают Екатерину Логиновну, Ющенко, Королюка, Владимир Веченского, и они начинают вместе с сотрудниками бывшей лаборатории заниматься решением задач на МЭС. И вот тут я не могу согласиться с тем, что передо мной было сказано предыдущими выступающими, что они решали несложные задачи. Вот в том-то и дело, вот в этом парадоксе, что на этой машине, которая была с очень ограниченными техническими характеристиками, ну представьте себе, ламповая машина, очень неустойчивая работа. Память ее размещена просто на стенде. Имеет всего 100 ячеек оперативной памяти. 60 ячеек сборных вручную. Что значит сборных вручную? Ну представьте себе, математики, если учесть, что тогда программировать на этой машине можно было только в автопоре, то есть просто в языке, в сугубо техническом языке машины. То есть надо было понимать последовательность работы сумматора, арифметического устройства, надо было масштабировать, надо было уравнивать порядки чисел. Ну то есть прежде чем начинать программировать уже процесс какого-то решения какой-то задачи, надо было сделать массу подготовительных всяких действий, связанных с вхождением в автопод. И вот Екатерина Лоблина умудряется решать задачи, которые станут. Келтыш, академик СССР, Ишлинский, академик и украинский, Санкт-Ниденка. Она умудряется решать задачи, сейчас я буквально быстренько перечислю. Это будет решение задач первоядерных процессов и космической и в ракетной промышленности. Это ставил Келтыш. Задачи электроперезач, задачи механики, задачи контроля качества железных дорог. Понимаете, то есть это вообще я вам должна сказать, как только появилась машина МЭС и вычислительный центр в 1957 году, куда прислали, кстати, Екатерина Глушкова, не присылали вычислительный центр, его прислали в эту лабораторию в 1956 году. И первый набор его, Виктора Михайловича Глушкова, были как раз выпускники Капыли и Мехматово-Университета. Первый, 1956-1957 год, это были фактически первые сотрудники, которые пришли в эту лабораторию, в бывшую лабораторию Ленингева. И поэтому тоже не могу согласиться с тем, что большинство было математиков мужчин. Как раз вот все было наоборот. Из КПИ пришли математики, то есть электронщики, молодые люди. А вот из СМЕХМАТа в большинстве своем пришли, конечно, и это я хочу подчеркнуть, в основном девушки. И начало, которое программирование начиналось вообще в отделе Екатерины Луфина-Университета, как раз большинство было как раз математиком девушек. И вот это я тоже хотела бы подчеркнуть. И вот, что я вам хочу сказать. Пожалуйста, теперь мы пойдем по сайлу. Пожалуйста, со второго начните. Вот Лебедев. Лебедев и МЭС. Вот представьте себе. Мы набирали эти программы, я уже говорила, ламповая машина. Она создавалась вопреки. Вы знаете, вот опять же, случайность. Сказалось, ряд случайностей. Или, так сказать, последовательность, как будто бы случайностей. Ведь они были инженеры электротехники. Они к вычистительным машинам тогда вот никакого отношения не имеют. На свой страх и лист. Они в подвале, в Чайпании, в подвале, в Агаре с Лебедевым, где-то там какие-то журналы, где-то прочитали устройства первых электронных машин, которые делали тогда в Америке и в Англии. В Европе не было еще ни одной электронной машины вычистительной. Они занялись созданием макета электронной вычистительной машины. Еще раз подчеркиваю, если бы тогда это стало известно, они, как минимум, бы воплотили своей работой. Как минимум. Уже не говоря о том, что могло быть, что более серьезные могли бы быть для них последствия. И, тем не менее, эта машина в 61-м году уже работает. Но для того, чтобы она работала, как любая вычислительная машина, как вы понимаете, без интеллекта, без программ, которые она может, способна решать, это просто набор металлолом. И поэтому встал вопрос о том, какие же решать задачи на этой машине. И вот еще раз повторяю, невзирая на ее ограниченные возможности, Екатерина Логина и Ющенко, единственная и первая программистка этих задач, решает вот все задачи, вот те первые, начали 50-х годов, которые были ставились вот этими академиками. Конечно, инженеры помогали. Более того, забегая вперед, я хочу сказать, что тенденция вообще была, что тогда все инженеры-инженщики стремились уметь программировать. Без этого им трудно было бы создавать свою машину. Достаточно сказать, что разработчиками первой машины ОМШН, машины широкого назначения, автором системы команд была корытная. Она была инженером. И вообще, в перечне авторов этой машины только сплошные инженеры-электронщики. И тем не менее, они все умели программировать. И они потом, помню, Войтович, вот, всех хочется их вспомнить, конечно. Водили Михайлова. Я поняла. Вот видите. Ну, к сожалению, у меня уже останавливали. Ну, что я вам хочу сказать? Уже не радует. Что? Давайте же обойтись, а вы уже справа имеете в силу. Вы в чем рядом? Да, вы в чем рядом. Ну, давай, не, ну, я... Давайте я теперь очень быстро буду. Я постараюсь пройти весь этот... Значит, тогда вот... Хорошо. Да. Но, но, вот переходим к слайду четвертому. Конечно, вот эти недостатки машины МЭС, трудности программирования на ней, стали... возникла просто необходимость. Истать какие-то пути для общения с машинами. Екатерина Рубина в это время начинает интересоваться вопросами адресного программирования. Просто как постановкой вопросов, связанных с адресным программированием. И надо сказать, что в это время большую роль собрали работы для Пунова по операторам. Это очень важно было для начала работ в этом направлении. И Калужнина, который предложил вообще очень важную тогда схему построения... Схемного построения... Алгоритмов, фактически. И вот Екатерина Рубина Вечерска вместе с Таранюком в 55-м году значит, создает адрес Лизы. Главный принцип работы компьютера... Почему этот адресный язык получил такое распространение? Почему он имел такую долгую и очень почетную жизнь? Потому что с самого начала в адресный язык были вложены два общих принципа работы компьютера. Адресный, программного управления, и введены были средства манипулирования адресами второго рамка. Вот это была квинтэссенция. Вот мы программировать, когда начали на адресном языке, мы просто вдохнули. Потому что понятие адресов второго рамка позволяло нам значительно повысить эффективность разработки программ. Ну и дальше надо отметить... Вот это в слайде четвертый. Четко хочу сказать, что он в первом мире стал фактически алгоритмическим языком. Потому что Форкран 58-й год, Кабул 59-й, Аугул 60-й год и так далее. Но параллельно с этим Екатерина Ротмана-Изушенко, конечно, понимает, что потребность возрастает очень большая потребность программистов. Она создает... Ну, во-первых, учебники по адресному языку были изданы не только в Союзе большими тиражами, ну, еще вот и в Савадском, и в Явском, и в Немецком и так далее. Так поэтому процесс разработки, поэтому процесс разработки и создания МЭС, об этом это я тоже хочу подчеркнуть, что все говорят, вот первая машина МЭС, я переделала там Феофаник. А ведь без тех программ, которые были решались на этой машине, она не была бы принята в статусе вычислительной электронной машины. А вот именно она и стала процесс разработки и эксплуатации МЭС. И создание как раз адресного языка стали школой не только опытных разработчиков-инженеров, на чем часто акцентируют внимание, но еще и школой программистов высокого уровня, которые потом были востребованы, в общем, вообще в то время профессии, или как это сказать, работа программистов, были на расклад, их было мало, их не хватало везде, потому что очень бурно развивалась потребность вычислительной математики. Уже я не говорю о нашем, когда создан был вычислительный центр в 57-м году, и когда создан был вычислительный центр у нас, который стал потом самым мощным в Союзе, постоянно проводились, там при вычислительном центре работал фронт-алгоритмовый программ, работала лаборатория, которую я, в общем, позволяла. Мы занимались чем? Мы занимались не только организацией процессов прохождения задач на вычислительном центре, а пользователей была масса, потребность в машинном времени была колоссальная. Мы, тем не менее, параллельно занимались обучением, программированием сотрудников не только нашего института, этих центров потом, но и сотрудников других организаций. То есть фактически основателем и руководителем первой в Союзе киевской научной школы программирования стала тоже Екатерина Лунина-Девченко. Именно она. Теперь дальше. А дальше я вам хочу сказать. Я уже об этом в Кольске сказала, что первые... Я просто хочу, каждый может прочитать, не буду задерживать. В 1956 году, когда Кузьков возглавил, там вот были... Ну, тут у меня все перечислены, у меня все перед глазами, эти инженеры и техники. И потом, в 1956-1957 году были первые наборы. Ну, немножечко перед 56-м годом. Столки, Михаил, Сибирка, Моторная, Александр, Кайваненко, Проватор, Рожнеевского, Забрудовская, Искра, Ирха, Малиновичева. В 1957 году Коваленко, Прокопенко, Литичевский, Брючина-Сахну, которая потом работала, Парханова, Быстрова, Войтова, Захаченко, Костюк, Берестовенко, Иванова, Гаврилова, Зеленка, Хоменко, Шляховая, Тюпа, Зинченко. Почти все они начинали работать там. То есть, представляете, а ведь что я еще хочу вам сказать? Этого вы нигде не прочитаете. Это не заостряется, но это надо понимать. Представьте себе, что такое выпускники МИХМАТ-факультета 1956-1957 года. Это чистые математики. Нас не учили никакой вычислительной математики. Мы все изучали классическую математику. И понятия вычислили, привлеченные методы вычислений. Для нас это вообще не звучало. Потому что мы кончали тогда, когда, как вы знаете, это ужасный был черный кардинал, который давил вообще науку и громогласно заявлял, что это лженаука, не может быть лжевая, это продажная девка капитализма, и не может быть думающих машин. Мы так кончали. Нас не учили этому ничему. Потом нам надо постевать было не только азы сугубо программирования. Нам надо было понимать, что такое вычислительная математика вообще. Что такое приближенные методы решения. Как можно решать просто формулы, формульно, интеграли, производные и так далее, и так далее. Не так, как мы привыкли это делать. То есть сдвиг был колоссальный. И нагрузка, конечно, была большая на этих людей. Но справлялись. И, да, и Никотина Лойна и Лученко, собственно, в 1957 году и был организован, собственно, отдел программирования, о котором здесь говорили. Этот отдел программирования очень бурно рос. И вообще, надо сказать, что период с 1956 по 1961 год, когда Грушков начал работать на все это создание, а тут, понимаете, все время был постоянно синергизм. Не отдельно работал Грушков над своими теориями. Он в это время определение кибернетики. Он в это время идея у него интеллектуализации машин, идея теории автоматов. Но это все было в синергизме с работами сугубо попрограммирования. То есть, грубо говоря, с Екатериной Логиновой-Ющенко. Потому что он, по идее, Грушкова, он предложил еще, начиная с 1956 года, работал над идеей создания вычислительных машин с целью превращения их проектирования, превращения из интуиции инженерной в науку, которая с использованием мощного математического факта. То он уже мыслил тем, что машины должны обязательно быть не просто интеллектом для решений, не просто высокого технического, технических характеристик, но нужно было повышать их математический интеллект, внутренний интеллект машин. И в этом, вот он занялся идеей, провозгласил идею компьютеризации, шестой слайд. конец 59-го и начало 60-х годов, это был просто бум создания машин. Я хочу, чтобы вы в этом несли, потому что постичь это, вот просто так, разумом, можно перечислить так, между прочим. Но если я вам просто перечислю, пожалуйста, седьмой слайд. Пожалуйста. В 59-м году машина кончена уже в предвосходе в вычислительном центре на проспекте науки. Омшеночный сотрудник. Что такое омшен? Ведь до этого, понимаете, все они, вот первые наши ученые, первые наши руководители, они все время предлагали какие-то абсолютно новатические решения. Глушков, не говоря о том, что он, извините меня, создал фактически определением своим наук, сделал кибернетику просто наукной. Не буду подробностей, это было на русском, русском, в чизне, но это понятно. Но он же при этом, при этом он, так сказать, мы будем говорить вопреки определению Виннера поступил. Когда он возглашает свою идею в арбитеризации, что он делает? Он опровергает подходы Неймана и один и второй подходы Неймана в создании вычислительных машин. Это тоже новатость. Вот откуда это все бралось? Вот для чего я говорю? Для того, чтобы вы могли вмигнуть в тот период, краткий и плодотворный, и откуда это все бралось? Откуда хватало сил? Я уже не говорю о том, что были, конечно, заложены люди, которые обладали колоссальными способностями, но время, Лужков в это время создает вычислительный центр, набирает кадры, читает лекции, создает вычислительный центр сначала здания на науке, потом переходим сюда, институт и верняется и это все 60-е годы, 59-й год, да, а что-то в Сальцовом Ше тоже приводит. Ведь никто не верил, когда Лужков впервые провозгласил, что он хочет сделать машину широкого назначения, вы знаете, как вы стали его коллеги в Союзе? Говорили, что создать такую машину надо в громадный зал убить, а вы хотите сделать малую ее для того, чтобы она была, использовалась там где-то на предприятиях и в оборудовании рабочей машины. Почему? Потому что до него считалось, что специализированные машины могут быть только проблемно-ориентированные машины, собственно, чем и была СЭЗа, созданная Робиновичем еще до Грушкова, которая решала сугубо систему генерального еврейского рабочего. И вот Грушкова и тут ломает, и тут идет вопреки общему установившемуся мнению, что машина должна быть не просто управляющей, она должна быть управляющей широкого назначения. И вот буквально в течение двух каких-то лет создается и сдается оншель. И потом днев. Да, пока. Потом 62-й год днева, потом 63-й год корма, потом 63-й год миры, миры. И все это первые машины. Вы вообще вникните в это, пожалуйста. как можно было каждый год создавать что-то у нас такая производство расширенная была, или такие возможности были не было еще ни завода у нас. После Вомшен создавался первый завод. А так это все делалось руками инженеров нашего коллектива. И наконец Киев 67-й Днепр Шбак Искра но после того и наконец 66-й год обращаю особо ваше внимание в 1966 году Грушков предложил на филитовых не будет подробностей все равно это все было впервые создать машину Украины. Она была создана ее техническое задание она стала самой быстродействующей и впервые реализованной на последних этих по последним требованиям элементной базы техническое задание принималось ну как и все у нас когда принималось в Ушен все ученые из этого статуса такая комиссия работала Умшен проработала ее засыпали льдом а потом нагревали до 600 градусов помещения в котором она работала и она проработала 100 часов без перерыва можете представить это это вообще да ладно и вот что же и машина Украина все были и Лебедев и его соратники всех Грушкова и Лебедев и Роднеев и Дородницы все признали что эта машина конечно относится по своим техническим характеристикам к машинам третьего поколения но сожжать ее возможности не было у нас не было достаточно элементной базы нужной элементной базы и мы этих работах принимали участие там написанных и таким образом в 70-е годы еще параллельно с этим но после Украины которая была большая и тоже черная машина в Воронеже было проведено совещание так как до этого еще было решено что большие машины делаются в Москве а тут вдруг еще в Киеве сделали тоже большую такую мостную машину и тогда было решено что Украина положили ее под несколько под цукном хотя с такими же данными машины Соединенных Штатов делались только в начале 70-х и решено было что как должен институт кибернетики заниматься разработкой мало с вашей значит вы рассказываете это очень интересно да хорошо тогда я сейчас скажу так хорошо просто я вам хочу сказать что да хорошо тогда значит я хочу сказать что в 60-е годы покажите пожалуйста в 60-е годы ну можно раз рост 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 количества уже создали в 62-м году уже работала в институте гидерметики 1200 институт начиная обучение начиная гидерметики на компьютерах дистанционного обучения реализовано реализована была доктором технической наук гидерметики и вот под их мы когда сейчас смотрим мы представить себе не можем как это все такое было а в это время работали другие отделы создавали отделения защищали диссертации создавали основное направление гидерметики но в 60-е годы сам Грушков понимая это все его слова период конца 50-х и 60-х годы были героическим периодом потому что приходило делать не только то что было положено но и значительно больше и больше трудных условий ну и я вам хочу сказать что действительно мы в 8-м особенно учительный центр особенно потом глядывала Чернобыль глядывал и слава богу мощность учительного центра позволила тогда включиться в решение пост чернобыльских проблем и с честью эти проблемы решить детали не буду говорить потому что понятно а потом а суть это все понимаете а вы наверное забыли уже что мы первым разработчикам пакетов пригодных программ по героя я хочу подчеркнуть чтобы мы это не так вот я вам хочу сказать что вот первый программист который создал первые пакеты пригодных программ которые докладываются впервые докладываются в в арбутске на вредной школе жизнь я Так, вот, Ильба началась, так что мы бы рада не задумывали, что это было. Я пропоную, чтобы все это написала. Но я еще, да, нет, я еще, дайте мне еще пять минут, ну пожалуйста. Очень просто, потому что я, ну еще пять. Это что означает, что я на ногой? Или продолжить разрешаю? Хорошо, значит я тогда скажу еще. Так, ну ты, Юшинка, опять же Юшинка. 70-е годы, и Патерина Родина и Юшинка. Да, а я сказала об этом. Так, вот во всех этих машинах без исключения. Вот представьте себе, ну вообще я все время хочу, взрываю вашему воображению. Представьте себе, что во всех этих машинах без исключения я был внедрен трансляторы с адресного языка, адресный язык, трансляторы с адресного языка, библиотеки прикладных программ, библиотеки встроенные, встроенные. Расчеты элементарных пунктов, и все это это переналоги на Юшинка. Со своими доказательствами. Так вот, ну и наконец, уже кончали. Хочу вам сказать, что в 70-е годы Юшинка, несколько, ну я тебе уже забыла. Так, двенадцатый класс, пожалуйста. В 79-м году, да, избирается, говорили, что она была в докторскую диссертацию, это впервые была диссертация по программированию, и защищала она в этом окружности работе. Потому что у меня даже времени не было оборядки, ну вот и считать. Ну представьте себе, что все наши отчеты. Все, что мы писали, все набиралось вручную на отчетных машинках. А первые годы уже, когда ВТ работал на проспекте науки, все отчеты отдела программирования мы носили написанные вручную, а вот набирала на машинке в черты, в машин написано, все Екатерина Война вручную. Ладно. И вот теперь, ну в 70-е годы, параллельно с этим, у Юшинка все время взяла необходимости и желание развивать теорию программирования, теоретическая программирования. И уже в начале 70-х годов, Юшинка, Рикольд, Ильича, Ильича, были разработаны первые классы грамматики и так далее. В 79-м она избирается, в четверг, в академии. Первые практические, 12-й славец. Результаты установления программной инженеры были созданы Бельбинским, Лаврищевой, Цейквиным, Перевозчиковой, конечно же, под руководством Юшинка, инструментально-технологические средства для реализации уже инженерного подхода, инженерная математика, программного продукта. А с 70-х годов она занялась уже разработка стандартной языков программирования. Ну, понятно, для чего. И, как я так говорил уже Вадим Викторович, и компиляторы, и стандарты, это все уже в последние годы. И, наконец, перехожу к последнему слайду, которую я хочу вам зачитать. Во-первых, я вам хочу сказать, что… Да, вот щас, 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 щас. Так. Я хотела бы, чтобы вы мне пока вывели 20-й сайт. В юности Екатерина Лобина Юшинка написала удивительные стихи. «Вечер огни разослал подаринки. Чудится звезды в ангрене в плену. Хочется мне поскорее к вершине, к звездам поближе, в самобеду». Это ангрен, это было, когда она работала в шахте после окончания университета. Ее мечта исполнилась. Она достигла вершин в науке. Есть библейская мудрость. Она мне пришла на ум в процессе подготовки к этому мероприятию. Много званых, мало избранных. Так вот, призванная Екатерина Лобина Юшинка стала быть в числе избранных. Она обладала удивительным качеством руководителя. Она была очень требовательная. Она была очень строгая. Но в то же время она понимала, и никогда не переходила к черту. Когда она понимала, что мы уже до предела намружены, и уже дальше, если можно перегнуть, и мы просто с вами можем произойти ума, она переходила на любовь. И поэтому вот эти две фотографии, которые там последние у нас, Екатерина Лобина присуща в ней чувством умора. Она навсегда расслабляла этим. И после этого у нас появлялись силы для новых свершений. Поверьте. Поэтому для меня Екатерина Лобина запомнилась как удивительный человек. Это вообще феномен. Не просто ученого, но и феномен женщины. Потому что она была еще мамой, потом бабушкой и так далее, и так далее. Но об этом расскажет. Дальше присутствует ее дочка, которая родилась... Можно я вас послышу? И на этом помню, Иван Ильич. Дело в том, что у нее было сначала два сына. И, ну, трудности, понятно, дети вот это все вместе. И потом уже у нее она стала ждать дочи. И когда она только поняла, что она будет ждать и ждет очередного ребенка, она испугалась и говорила, «Как я скажу Мушкову об этом? Столько работы, столько работы, а я внук. Какой-то декретный ребенок». Советовалась Михайловича. Михайлович ей запретил отказываться от ребенка. Заставишь. И она говорит, «Если ты сама не скажешь Мушкову, я пойду скажу». Она пошла, сказала Мушкову, и сказала, «Ну, знаете что? Это потом всем и с мустота передавали. Пусть меня Сана простит за то, что такие подробности выдают. Но это было известно всем сотрудникам». Она говорила, «Я сказала Грушкову, Виктор Михайлович. Это Михайлович, не молодец. Все уже говорили. Вот этим я вам хочу завершить свое удовольствие. Спасибо вам за долготепление. Я надеюсь, что вы не дадите. Спасибо. А вот по-моему, может подтвердить, что тогда инженеры не курали программировать, и не искали себе, извините меня по тысячам, а программировали сами. А мы их читали по вечерам, и их учили программировать. Значит, сколько мы вычислили на этот час, есть такое прохание. Важаю, что вы поступите в порядок до 5 минут. Значит, выстроили свои внуки. Ну, хвилиточку. И потом, вважаю, что вы поступите максимум до 5 минут, чтобы вы могли